Мероприятие В зале присутствовали помимо жюри и родители, но подсказки были строго запрещены. Мама и папа волновались не меньше детей. Кристина Корчагина уже во второй раз участвует в турнире. Правда, в прошлом году дойти до финала, увы, не смогла. Зато в этом все получилось. Без год, в общем-то, тренировались, играли каждый вечер. Нам это понравилось. А почему ты любишь играть в жажки? Расскажи. Потому что я всех выиграла. Страсти кипели нешуточные. Финалисты выбывали из игры один за другим. Кто-то отнесся к своему поражению философски, а кто-то очень расстроился. В спорте не бывают спокойно. Уже произошел претендент. Девочка готовилась, лидировала. А вроде вела инициативу, потом пару ходов пропустила и проиграла в результате. Слезы, эмоции. В спорте всегда кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Надо к этому тоже быть готовым. Не удержался и сел на место выбывшего игрока и помощник депутата Владимира Жука Александр Серов. Мне от всей души понравилось. Я принял даже участие здесь с участником соревнований Артемом. Вот доска. Ребята очень сильные и очень хорошо подготовлены. Как оказалось, и сама заведующая детским садом когда-то, будучи ученицей четвертого класса, легко обыгрывала восьмиклассников. Именно эта любовь к шашкам подтолкнула ее пять лет назад организовать первый турнир. Общаюсь с родителями детей, которые уже не посещают детский сад. И родители мне говорят большое спасибо за то, что мы обучили играть детей в шашкам. И теперь дети занимают призовые места уже в Московской области не только в турнирах по шашкам, но и по шахматам. Уже в пятый раз в детском саду «Ромашка» прошел турнир «Золотая шашка». Сейчас победители получат заслуженные награды. Встречаем наших финалистов и победителей. Уставшие, но счастливые победители были награждены грамотами, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и памятными подарками. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.